Привет, друзья! Вы на канале Карива. Жизнь на Кипре. Сегодня воскресенье, и на Северном Кипре это семейный день. Ничего не работает, и все люди собираются с семьями в ресторанчиках, где-то дома, и проводят время. Это очень классная традиция, ну и мы, конечно же, решили ее поддержать, и со своей семьей поехали на воскресный завтрак. Поехали с нами! Северном Кипре цивилизации, но вы знаете, здесь есть дух как раз-таки такой доброты, семейного уюта. И пойдем посмотрим, чем нас тут будут угощать. Эта кафешка, кстати, находится всего лишь в 15 минут езды на машине Тескеле. Здесь в этом кафе такие национальные, старинные киприотские вещи. Я очень люблю такие места, у нас тоже в Минске есть такие дудутки, например. Вот такая тут печь настоящая, и здесь пекут вот такие лепешки и подогревают еду. Вот это у них такое ремесло, они ткут ковры, у них же барашки, овечки. И вот у них такие натуральные изделия. Очень интересна, конечно, культура разных народов в прошлые, те века. На Северном Кипре такой вот климат, тут хорошо растет пшеница, поэтому очень много изделий из муки. Здесь лепешки. И, конечно, вот в прошлые, в те времена здесь за счет пшеницы выживали. Если белорусы за счет картофеля, то киприоты выживали за счет вот именно овощей, фруктов и изделий из пшеницы. Вот это они, омлетик они так готовят. Вот, оп, и в печку. Как в деревне у бабушки. Это сыр хилим такой. Это национальный сыр. Он очень вкусный, он с корочкой, немножко будет соленый. Его можно дома готовить. Женщина очень приятная. Это хозяйка кафе. И вот омлетики такие. С колбаской, с говядиной. Все натуральное, без добавок. Вот такие завтраки турецкие. Они плавно перерастают в обеды. Здесь можно все дегустировать. Нам сейчас будут приносить разные блюда. Мы вам покажем. Вот такое уютное местечко. Кстати, такой предприимчивый киприот соорудил из какой-то такой избушки. Вот такое вот прекрасное кафе. И пользуется большой популярностью. Так, что мы имеем на завтраке? Обычно на турецкие завтраки, скажу вам честно, я турецкие завтраки не люблю. Потому что здесь все такое углеводное, сладкое, жирное. Но для такого вот колорита вы можете выборочно что-то для себя тут. Ну, кому-то это, кстати, очень нравится. Здесь лепешечки, картошка, сыр. В общем, здесь вот вся еда, которая бывает на северном Кипре, ее стараются на завтрак подать. Есть баклажаны, помидоры, инжир, какие-то варенье, повидло, мед, оливки. Ну, в общем, здесь вот такое разнообразие. Вы знаете, что вы точно голодным не уйдете. Вот, ну, то, что вы там наберете такие калории. Вот яйца нам принесли. Это шакирадарим. Я, если честно, не очень люблю вот эти завтраки. Потому что тут мы с самого детства привыкли хорошо питаться. Когда еще хокистами были. То есть всегда овсянка. А тут всякая солянка. Ну, в принципе, для себя можно найти. Но сюда стоит даже приехать ради какой-то аутентичности. Потому что, на самом деле, красивое место. Посидеть и окунуться немножко в атмосферу Кипра. В этой кафешке есть свое хозяйство. Вот здесь выращивают своих кур и домашние яйца, которые мы сейчас будем дегустировать. Тут петушки и курочки. Вы знаете, как, кстати, отличить петушка от курочки? У петушка большой гребешок, а у курочки маленький. Я помню, мне бабушка в деревне рассказывала. Тут есть мальчики и девочки. Такие лысенькие. Ну, жирненькие. Хорошо кормят. И вот на завтраке в таком аутоэтичном месте мы встретили наших земляков. И, конечно же, хотим задать им несколько вопросов. Потому что многие интересуются как раз мнением других людей, не только нашим. Ребята, расскажите, как вам Северный Кипр, как вы давно здесь вообще, какой цель вы приехали на Кипр? Откуда? Мы из Минска. Мы земляки. Ну, пошел первый год. Идет первый год нашего здесь нахождения. На самом деле, первый раз на Северном Кипре мы были очень давно. В 99-м году еще. С 19-го года мы периодично сюда приезжаем. И вот с марта месяца мы живем здесь уже постоянно. С марта месяца этого года. Ну, нам очень нравится. Домой не хочется? Нет. Вот, честно говоря, как-то. Ну, мы скучаем, конечно, по близким. У нас родители остались там. А так, нет, не хочется здесь замечательно. Скажите, а чем вы занимаетесь на Северном Кипре? Работаете? Вот как вы тут живете? Как деньги, откуда брать? В основном занимаемся недвижимостью. Спортом активно занимаемся. Потому что в свое время занимался в Минске активно. с ботом. И здесь продолжают заниматься спортом. Поэтому все хорошо. Приезжайте на Северном Кипре. И, ребят, скажите, что вам нравится и не нравится на Северном Кипре? Так, коротенько. Очень нравится нам климат. Здесь погода. Вот сейчас фактически неделя до зимы. И такая прекрасная погода. Середина ноября. Середина ноября, да. Вот Виталий купается до сих пор. То есть климат, погода исключительно. Нам очень нравится. Не нравится. Трудно даже подумать, сказать, да, что понимаете. Ну, например, здесь бывают места, где, ну, грязно. Они как-то так относятся. Местные особенно. Ну, не так, как мы привыкли. Но зато здесь у нас собираются волонтеры, которые, русскоязычные ребята, которые вот чистят остров по четвергам. Мы собираемся и как-то так помогаем вот этой чистой теме. Ну, супер. Я согласна. Мне грязь тоже раздражает. Если бы вот не мусор, и вот как-то прибрались, хозяйственное так все было, то вообще все было бы идеально, правда? То есть ехать вдоль дороги, выбросить опорок там. Это норма. Бутылку, да. Да, да, да. Вот во время трех. Ну, вот такая вот культура, воспитание. Может быть, это будет меняться со временем. Хотя сейчас мы уже видим все больше и больше вот этих коммунальных служб работают. и чувствуются, что как-то они пытаются что-то садиться. Ну, да. Не хватает. Здесь капка. С удовольствием мы играли в хоккей. Мы очень без спортсменов. Но пока только футбол и велосипед. Поэтому ждем, когда построим. Кстати, нам каток тоже нужен. И я всегда говорила, что, конечно, в ближайшем будущем, через пару лет, нам придется покинуть остров, если здесь не построят каток. Придется строить, наверное. Придется строить здесь ледовую каток. И так, спасибо, ребята, за свои отзывы. Очень приятно встретиться вообще за тысячи и тысячи километров со своими земляками. Это здорово. Спасибо. И так, друзья, мы с вами позавтракали. Спасибо, что провели это утро с нами. Подписывайтесь на наш канал и ставьте нам лайки. Пишите в комментарии ваши вопросы. До новых встреч. Встречаемся на Кипре. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok